Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет с вами интересное, но не сложное задание. Мы поговорим про объем, будем рисовать с вами овощи, в частности помидорки. Будут у нас три таких помидора. И что еще характерное, что будет интересно сегодня? Обычно я рассказываю вам про пастельмат, на котором я делаю фотореализм. То есть это портреты, портреты животных, они прорисованные, они очень подробные. А мы попробуем использовать сегодня немножко другую технику. И я обещала вам что-то овощное такое сегодня сделать. Это будет довольно интересно, там будут капельки. И на самом деле мы сегодня найдем и поговорим о таком легком способе, как довольно быстро просто сделать объемную круглую форму пастелью. Ну что, давайте будем начинать, да? Начнем мы с того, что, конечно, сделаем основной рисуночек, наметим наши помидоры. Бумага, да, у меня пастельма, то есть это вот такой вот абразив. Она по цвету бежевая, как раз подходит мне по цвет фона. Намечать будем карандашом, можно прям даже каким-то красным карандашиком. Я буду называть, да, все карандаши, которыми я сегодня буду пользоваться, и мелочки также, да? Это, например, Крэта Калор. Они, кстати, очень неплохие. Светлые оттенки, да и яркие мне тоже нравятся. В общем, неплохие мягкие карандашики. Ну, для того, чтобы наметить, это нам не принципиально с вами, да, чем мы это именно будем делать. Итак, так, тут кошачьи волосы везде. И композиция будет из трех помидорок. Они находиться будут больше в нижней части. Референс я вам покажу, естественно, и оставлю также в прикрепленном описании к ролику. Так, давайте найдем форму помидоров. Довольно крупно хочу их сделать, чтобы, может, даже еще правее, чтобы было, что прорисовывать, да, и о чем нам вообще говорить. Когда вы рисуете вот такие предметы или овощи, фрукты, неважно, да, которые похожи по размеру, объему, нужно всегда стараться подмечать, находить между ними какую-то разницу, да, чтобы это выглядело интересно, чтобы у нас не получились такие шары для бильярда все красные. Так, давайте решим тогда, что у нас будет главный вот этот все-таки, хотя, кстати, на референсе тот, который слева, он, наверное, чуть-чуть больше, да. Ну, пускай я вот это все-таки, да, по композиции это будет логично. Он у нас будет такой главный, помидор, такие, друзья, помидорки. И из круглой формы сейчас будем делать менее круглую, вот такую, какую-нибудь, да. И сразу можно показать направление, которое идут в центр, и примерно где у нас будет находиться пимпочка, как сказать, красиво, да, вот она. Потом сейчас сделаем помидор, который слева. Конечно, будут еще доработки, да, то есть форма примерная пока что. Должно получиться очень красиво. Капельки еще с вами сделаем, да. Так, вот такой вот, даже чуть-чуть, пошире его такой, чтобы широкий был помидор. И справа, справа пускай он будет у нас такой холмистый, да, вот такой. На самом деле я еще нашла такой референс, прям где, знаете, они, я забыла, как называется, когда прям как дольками, такие очень холмистые помидоры, но там он вертикальный был. Мне хотелось горизонтальный формат сделать. В общем, столько всего интересного нашла. Мне кажется, сложнее даже иногда не нарисовать, а выбрать сам референс, рисунок, да, по которому вы рисуете, потому что одни сомнения какие-то постоянно происходят. Так, тут тоже примерно один уровень, да, пимпочки. Ну, пускай, да, пускай так тогда будет. Также мы можем сделать... Мне, честно говоря, не нравится, как на референсе тут идет край такой. Я хочу сделать просто, что это вся деревянная поверхность, но могу показать вот тут окончание стола. А, тут будет дерево, дерево, дерево. Все, а тут такой фон-фон красивый. Ага, ну, мне кажется, неплохо. Может, это вот... Давайте еще это чуть крупнее сделаем, вот так. Будет то, что надо. Вот. Ага, очень красиво. Так, так, так. Ну что, давайте тогда начнем уже работать в цвете. Может быть, даже сегодня у нас не будет видео на полтора часа. Не знаю, как получится. И про объемчик, да, поговорим. Вот такие формы, которые яркие, кажется, что они все вот просто тотально красные, да. Конечно, нет, и там нужно находить нам дополнительные оттеночки. Давайте начнем с вами с того, что попроще. Вот слева помидора. А что вообще здорово и просто в пастели, то что вы можете сначала закрасить всю форму одним цветом, и потом делать там какие-то подробности, прорисовки. У меня вот эти мелочки гейлеры, они довольно такие твердые, стики. Но, кстати, мне нравится, как себя ведут. Фон замечательно ими делается, и какие-то большие формы тоже очень здорово заполняются. Я прям привыкла к ним. Думала, будет, может быть, ерунда. Но нет, цвета очень... Вот эти, видите, у меня уже начинают уходить. Прям вот пользуюсь серым. Серый для фона красивый, такой теплый, сложный, красивый оттенок. В общем, нормально. Остальные, конечно, меньше, но вот эти ничего еще. Если не забуду, прикреплю ссылку на распаковку, где мы говорили про этот набор. Хотя, наверное, вы уже посмотрели. Я так думаю. Но кто нет, будет интересно, посмотрите. И так, опять тут волосы, но ничего. Я заполняю полностью форму нашего помидора. Но не сильно, да? Но не полностью. Оставляю где-то промежуточки бумаги. И тут, в принципе, неважно, на какой бумаге вы делаете. Даже на абразивной мне не нужно полностью все ячейки закрашивать. Потому что мне нужно будет поместить сюда еще слои дополнительные. Также цвет может сейчас чуть-чуть отличаться от того, что на самом деле. Почему мы так делаем? На референсе помидоры более теплые. Более такой в оранжевой. Оранжево-красный. Во всяком случае, на этой картинке освещение еще теплое, да, явно. Потому что блики, они скорее желтые, чем синие, да. То есть это не свет из окна, а какое-то искусственное вот такое освещение студийное. Может быть, там в студии фотографировались эти помидоры. Но нам нужно, в общем, заполнить эту форму и дальше уже с ней работать, да. Чтобы покрыть лист бумаги, чтобы он был определенного цвета. Так, я ищу растушевочку какую-нибудь среднюю. Вот такую можно. Она у меня светлая сейчас, правда, красная станет. Но что поделаешь, да. Вот так вот растушевываю. Сейчас чуть крупнее себе делаю картиночку. Поэтому заполняем весь помидор. Края вот такие пушистые пока что могут оставаться. Потом мы с вами доделаем фон и облагородим всю эту форму вокруг. Так, окей. Вот так. Да, то есть вот он у нас красный, пожалуйста. Дальше покажу, как это очень легко и просто делается, если у вас есть экстра мягкая вот такая пастель. Попробую рядышком положить, чтобы основные цвета были видны. Что я делаю, да, давайте смотреть. Пока что на блики мы не обращаем внимания. Они у нас вот тут сверху будут. Причем здесь, конечно, еще холодный какой-то есть все-таки под источника света дополнительного. И вот здесь еще один такой желтенький, да, теплый, теплый блик. Возьмем цвет насыщенный и теплый. Его я добавляю вот так вот в серединку. Он теплее, чем предыдущий красный. Видите, в нем больше такого оранжевого. То есть серединка у нас должна быть самая яркая. Можно, конечно, его взять и вот так вот вручную добавить, но пигмента действительно много, поэтому хватает даже с пальчика вот таким образом с ним поработать. Очень-очень много цвета, что здорово. Так, и теперь возьмем, сейчас его тоже достану. Вот такой вот, он как раз на коричневый, но он как раз нам даст такой теплый эффект. В тени особенно. И добавляю его с левой стороны. Для объема нам самое главное, что, да, серединка, она будет самая локальная, то есть здесь настоящий истинный цвет того, что вы рисуете. В затемнение всегда обычно добавляется какой-то коричневатый, потому что тень более теплая. Блик, как правило, он более холодный, да, вот как здесь. Но если есть дополнительный свет, например, теплый, то блики будут меняться и будут теплыми. Тогда тень может чуть-чуть где-то здесь отдавать в холодный, что мы, в принципе, тоже с вами видим. Так. Уже покруглее, да, становится. Давайте мы сделаем, наверное, попробуем, кстати, как это будет выглядеть чуть-чуть холодненького. Вот сюда можно какой-то даже взять бордовый, но он должен быть темнее, чем основная тень здесь. То есть сейчас нам нужно найти какой-то коричневатый, чтобы он был по цвету не разбеленный, да. Вот в чем основная разница пастели, которая, там, премиум подороже, да, от более простой подешевле. Потому что экономят на количестве пигмента, когда пастель дешевая, и они добавляют туда больше белой глины, да, или белого мела, получается такая вот разбеленная субстанция. Вы, наверное, замечали, может быть, да, в каких-то таких марках недорогих, создается ощущение, что цвет какой-то не яркий, не насыщенный синий, да, или красный, а он как будто вот белого в него добавили. Это потому что сэкономили на пигменте. Так, по затемнению меня устраивает, видите, коричневый, бордовый дали немножко такой холодный оттенок. Так, дальше давайте мы что сделаем? Поработаем с более светлыми областями и с бликами. Тут я предлагаю, можно перейти на карандашики, у кого есть, да, кто работает мелками, можно взять цвет более теплый. Заодно давайте я вот этот попробую, по-моему, есть набор, и его даже не пробовала. Какой-то он такой кирпично-розовый, что ли. Интересно. Ну, как подложечка под блики, может быть. Но лучше сразу нам попасть в цель, взять какой-нибудь потеплее. Можно начать с оранжевого. Его растушевывать, потому что слой уже есть, да, у нас там. Тем более слева посередине там действительно вот такие теплые блики. Заодно чуть-чуть покрасней станет наш помидор. Вот такой вот теперь розово-телесный, да, он такой светленький. Вот его возьмем. Добавляю его слева и на серединку, где блик. Чуть-чуть осветляю. Вот так. Еще немножечко осветлим, и потом, наверное, с чем-то еще более светлым поработаем. Важно очень много светлого прям в край не добавлять, иначе мы с вами вывернем форму, и она не будет смотреться кругленькой. В любом случае, если это произошло, вы можете ее немножечко уплотнить. Сейчас какой-нибудь, может быть, красненький. Давайте ли бордовый возьмем. Например, такой, да, то есть вот здесь, если очень светло у меня получилось, я могу карандашом это доработать, затемнить чуть-чуть краешек, и так уже все становится покруглее. Что касается бликов, где-то, кстати, вот в этой области, где идет у нас холодный цвет, можно даже чуть розового добавить, как подложку, под блик. И так, вот здесь мы с вами кусочек потеряли. Сейчас его добавим. Вот так. Тут уже хочется больше какого-то управления всем этим процессом, поэтому с карандашиком работаю, и где тени можно использовать, например, какие-то коричневые, бордовые, но смотрите, чтобы они были с красноватым оттенком. Например, вот это как темная сангина, да, от Derwent. Она такая красноватая, такой красно-коричневый он. Много где, кстати, нам может пригодиться. И еще момент, такие теплые, желтоватые, вот здесь присутствуют у нас оттеночки. Здесь можно взять снова какой-то красноватый вот такой, чтобы там был теплый, да, чтобы там был какой-то коричневый. И дальше мы уже с вами будем делать блики. Давайте возьму пока на осветление вот такой светло-желтый. Это у меня Faber-Castell. Он довольно твердый, кстати, такой оказался на самом деле. Я думала, что он будет помягче. Ну, хотя Faber, они все такие довольно тверденькие. Но сейчас для наших целей нормально. То есть вот этот блик светлый слева мы делаем вот так вот карандашом. Добавляю на серединку. Увожу на правый цвет. Получается все равно такой чуть-чуть как бы в рыженький, да. Кстати, вот здесь снизу можно сейчас посмотреть, каким-то посветлее проработать, чтобы у нас переход был более красивый. На самой помидорке. Вот так. Можно даже немножко вниз зайти. Он такой немножко с рыженьким. Это брюнзил. Он красно-рыжий прям. То есть, знаете, такого классического оранжевого в наборе нету, который 24 цвета, но есть вот такого плана. Ну, интересный он такой. Теперь возьмем посветлее. Можно взять бежевый пока что, да, или белый. Сделаем с вами, доделаем вот эти участки с бриками, а потом уже поговорим о каплях. Видите, уже довольно большой слой пастели, потому что где-то она прям счищается. Идем направо. Тут слой поменьше, поэтому карандашик лег более ярко. и проставляю вот так вот блики. Так вот, блик добавила. Он при том довольно четкий, да, сильно его нам растушевывать не нужно. Только, ну, чуть-чуть где-то осветлить, чтобы вся форма все равно была круглее. А дальше можно перейти прям уже на какой-нибудь светлый и яркий. Так, где мой самый яркий белый? Я сейчас, знаете, как сделала, разложила по баночкам все цвета, чтобы у меня белые были в белых, бежевые в вежевых и так далее. У меня такой раньше было с цветными карандашами, сейчас я вот так решила с пастелью попробовать сделать. Мне кажется, это будет удобно. Яркий блик добавляю с белым карандашом. Так. И немножко вот здесь сверху. Тут тоже блик делаем поярче. Чуть-чуть серединку выделяем. Так. Отлично. Что сейчас мы можем с вами сделать, чтобы вообще вся эта форма собралась, да? Я предлагаю чуть-чуть фона нам добавить. А именно, да, видите, светлые участки, которые есть у нас снизу, там, где стол заканчивается. Идет красивый, довольно светлый участок вот тут. Я его добавляю. Темный пока не трогаем. Вот этот, кстати, он подходит для этих целей, но лучше мы сделаем каким-нибудь мелочком. Таким, например. Вот что у виста-артиста, да, не очень хорошо. Где-то вкрапления попадают такие царапающие. Поэтому нужно искать момент, где ничего не царапает. Так, а пимпочку, самую зеленую, пока как будто ее нету. Зарисовываем. Нам пока важен только помидор. Фон такой прям сделаем смелый-смелый. Где-то оставим штрешочки специально, чтобы они были заметны. И вот так идем по форме. Сразу более четкая форма становится, конечно, да? У нашей помидорки. Вот так. Да? О, сразу прям она такая сочная. Получилось. Посветлее нужно сделать цвет нам справа. Давайте какой-нибудь вот такого плана бежевый посветлее возьму. Выделяем помидорку справа уголка. И чуть-чуть уведем в сторону нашей главной. Немножко. Вот так вот аккуратно. Все. Пока вот этот таким образом оставим. Можно капельку только где-то света еще немножко. И там прям такой светящийся кусочек фона. И можно с белым также еще чуть-чуть выделить блики. Так. Окей. То, что снизу у нас будет потемнее, да? Это значит, что нам нужно взять коричневый и сделать тень от нашего помидора. Будет она вот такой горизонтальной полосочкой. Заодно чуть-чуть можно обозначить, что у нас идет вот такой вот деревянный столик. Фон я, то есть саму бумагу где-то прям оставлю, да? И можно даже будет парочку светлых оттенков сразу добавить. Вот так. То есть необязательно, да, понимаете, делать все сначала помидоры, а потом фон. Вы можете отталкиваться от того кусочка, с которым работаете вполне. И этот этап у вас будет практически закончен. Самый темный участок нужно сделать под помидором, то есть где помидор касается у нас с поверхностью стола. Там прям вот темненькое-темненькое пятно. Можно даже добавить черный, но потом его немножечко смягчить и растушевать с помощью коричневого. Вот так. Да, чтобы помягче все это выглядело. И где-то можно поправить по форме. Вот так. И светлого еще просится куда-нибудь на стол. Немного, да? Давайте добавим. Замечательно. Круглый помидорчик уже хорошо. Сделаем ему веточку и потом пойдем на капельки, да, посмотрим, как нам капли делать. А ветку как можно сделать? Можете зеленым наметить. Любым, на самом деле, зеленым. Я даже таким ярким сейчас сделаю. А потом будем ее затемнять. Так. Где она у нас находится, да? Она у нас, ну, прям вот посерединочке. Толстый такой крышочек наверху идет, да? Вот такое утолщение. И намечаем, как идут листочки. Сначала очень яркий будет у меня зеленый, а потом я туда добавлю других оттенков. И будет то, что надо. Этот цвет пускай будет у нас отвечать за светлые и яркие участки. Так. Теперь про затемнение, да? Давайте возьмем коричневый. Это может быть какой-то любой коричневый оттенок. Так, сейчас я себе ее приближу. И добавляем затемнение посерединке. И на носами листочки. Притом темный цвет будет не везде, да? Где-то, пускай яркий зеленый, он и остается. Есть такие желто-коричневые участки. Сейчас туда тоже мы придем. Пока, то есть, такое легкое затемнение. Прямо получается на работе мы перемешиваем оттеночки. Вот так, да? Уже выглядит более натурально. Сейчас я бы, наверное, еще чуть-чуть затемнила. То есть, где прям самые темные, темные посмотрим. А потом еще вернемся к другим зеленым. Вот тут, например, довольно плотное основание идет. Так, ага. Такой прям замечательный этот угольный. Горетокалор мне очень нравился. Прям вот его везде. Ой, везде использую. Последнее время. Такой он прям мягкий. Где-то даже слишком мягкий, но все равно прям очень здорово. Прям черный-черный. Мне понравился и мягкий, и черный. Ну что, чуть-чуть холодного я добавила вот такой вот мелочек фестертиста. Он, потому что не изумрудный, а такой вот сложный. Сложно зелено-холодный, да, цвет. И теплый. Теплый мы хотели добавить. Особенно на окончание одного из листочков, да, там есть такой кусок. И где-то это может быть прям какой-то желтенький, какой-то рыженький. Чтобы более живым, настоящим выглядел вот этот черенок. По краям будет светлее, светлее будет кусочек вот основной части веточки. Я его делаю немножко вот так вот ярче. И там есть такие пупырышки, да. Мы их как сделаем. Я добавлю сначала их с помощью черного. То есть показывать те пупырышки, которые там в серединке. Тут какой-то тоже такой листик идет, да. И потом с белым я сделаю... Ну сильно не будем, конечно, прям вот идеализировать все. Но какие-то несколько намеков хотя бы на пушистые вот эти точки давайте добавим. И может быть где-то еще поярче вот с таким салатовым. Так, ну нормально. А можно что, кстати, еще сделать? Какую хитрость? Чтобы более четкая была форма у черенка, вы можете пройтись по фону, например, со светлым, там с белым, с бежевым. И вокруг выделить вот эту форму. Так он будет более четким смотреться. Что касается капель, покажу, как проще всего нам это делать, да. Здесь мы видим с вами, да, есть капелька. На самом деле не так сложно. Вы делаете светлый кусочек, то есть сразу показываете, где идут блики. Причем лучше не вот таким мягким, вот этот дженерус, он самый яркий, да, считается, самый белый, самый такой четкий, четкую линию самую дает. Нужно какой-то более такой мыльный, помягче белый, поэтому я возьму вот такой бронзил. И это нам будет удобнее. Будет удобнее, потому что мы сможем и четкую линию делать, более-менее, да, и в то же время вот так вот растушевывать. То есть вот мы показали нашу каплю, мы сделали светлый участок, понадобится ему компания, да, то есть понадобится темный вокруг. Это может быть и какой-то бордовый, то есть цвет, смотрите, который будет темнее, чем тот участок красного, который вы сейчас делаете. Поэтому вы можете взять вот так вот в ручку, которую не рисуете, бежевый, либо белый, бордовый. И какой-то красный, чтобы он был прям яркий-яркий. Сейчас посмотрю. Вот этот, наверное, самый яркий будет. Для каких-то участков, где, например, вы затемнили, да, то есть вот с такой, с такой троицей вы идете, где идет затемнение под капли, добавляете темный, где белый, да, где светлый, соответственно, с белым работаете, верхушку делаете, каплю более четкой. Вот таким образом. И, кстати, я бы здесь еще блин доработала какой-то он у меня такой неяркий смотрится. Так я приблизила, и как-то все выглядит иначе, я имею в виду референс. Ну, вот таким образом, да, мы сделали с вами капельку. На самом деле, это проще, чем кажется. Вообще не так сложно рисовать объемные, мокрые вещи, да, какие-то капли, брызги. Тут главное контраст и просто расставить светлые участки. Даже это можно иногда обойтись с одним карандашом, да, просто с белым. То есть вы показываете, где идет светлый участок, да, где идет блик. Потом область посерединке, где тоже светлый цвет. Ну, какой-то контур, конечно, все-таки понадобится, скорее всего. Вот поэтому такой бордовый, например, берем. Аккуратненько контур делаете. И вот таким образом давайте расставим с вами несколько капель. Сильно мокрые не будем делать, помидор такой. Немножечко, немножко. В каплях пускай он будет. Так. И вот здесь довольно яркая серединочка. Поэтому я даже оранжевый добавлю. Главное, чтобы не получились такие божьи коровки, очень яркие. Поэтому слишком много белого не добавляйте, да. Делайте акцент просто на бликах. А всю каплю не нужно закрашивать светлым, иначе будет не так натурально смотреться. И еще эти области, на которых есть блики, да, то есть объемные, вот на них капельки могут быть ярче. Если вот вы сюда их наносите, там цвет может быть более яркий, более светлый. И здесь довольно мелкие капли идут. Я как сделаю? Я темным размечу, где они находятся, потому что тут форма заворачивает сбоку, да. И капельки ведут себя немножко иначе. Они смотрят не на нас, а в сторону. И поэтому такие, как пятнышки, точечки вы поставили. И потом добавляете светлые участки. Вот так. И можно какие-то маленькие светлые точки тоже вот так вот поставить аккуратно. И обязательно какую-нибудь каплю выведите за пределы помидора. И это будет интересно выглядеть и будет более настоящим. Вот так. Можно парочку снизу, особенно эти на одном уровне получили, чтобы очень однообразно не выглядело. И мне кажется, будет замечательно. Можно парочку маленьких где-то здесь. Да, вот таких. И тут главное остановиться в нужный момент. И сделать правый участок. То, что справа, потому что здесь они красивые, они прозрачные. Уже сверху цвет будет более темный. Да, там будет сам цвет помидора. Да, отражаться. Вот так. Поэтому сделали контур с темно-бордовым. Потом добавили белый для блика. И если нужно, где-то цвета для яркости. Карандашик, смотрите, чтобы был довольно острый, чтобы у нас получились эти капельки. И можно где-то еще доделать блик. Чтобы он был ярче. А вот здесь, кстати, красивая капля. Смотрите, какая она плоско вот так лежит. На участке там, где блик. Сейчас мы ее сделаем. Вот так вот ее покажем. Мне кажется, хорошо. Может быть, тут какую-то маленькую еще и все. Окей. На камере даже более как-то объемно выглядит на самом деле, чем вживую. Давайте, чтобы долго не задерживаться на этом помидоре, пойдем дальше. А то опять-таки многочасовые помидоры у нас получаются. Давайте делать теперь вот этот. Здесь немножко другая история с его пимпочкой. Ее можно более-менее хотя бы бы рисовать изначально. Вот так. Все, теперь закрашиваем. Закрашиваем наш помидор. Будем осторожны. Не будем сильно заходить на соседний помидор, на фон, который снизу. Можно чуть-чуть заходить на зеленые участки вот этой пимпочки. Этот помидор чуть-чуть с вами сделаем иначе. Я вам покажу, как это можно сделать. То есть, первый этап он похож. Мы полностью заполняем его вот так, да? Но опять не в полную силу. Дальше мы будем сразу другие цвета добавлять на него. Для яркости добавляем оранжевый. Вы видите, некоторые участки, они довольно насыщенные. Поэтому вот где мы видим с вами яркий оранжевый, туда добавляем. Заодно у нас цвет может чуть-чуть получиться другой. Это хорошо, чтобы все помидорки были немножко разными. Снизу добавляем мы... Так, я все карандашами заполонила. Снизу мы добавим с вами коричневый. Можно вот такой теплый тоже, который был. То есть, пока, видите, не будем ничего растушевывать, оставим как есть. Просто на нужные места добавляем нужные оттеночки. А когда будем тушевать, мы сразу сделаем форму. И тут и другой способ, они работают. И тоже, как вам больше нравится. Можно по-разному делать. Вот так. То есть, снизу где-то потемнее, под пимпочкой тоже чуть-чуть потемнее. Теперь, после темных, мы можем расставить те участки, где у нас идут блики. Все такое солнышко, и все освещение меняется. То я попробую, конечно, потом скорректировать в редакторе. Но картинка у меня то холодная, то теплая. Сначала помидоры были такими холодными, а сейчас прям какие-то солнечные, сицилийские. Но, может быть, и неплохо при разном освещении. Мы увидим с вами рисунок. Бежевенький вот так добавили. Уже неплохо, да? Можно так и оставлять, в принципе. Но мне вот не позволяет что-то оставить недоделанным. Помидоры. Прям вот не могу. У кого то же самое бывает. Теперь берем растушевку, которую мы уже растушевлю. Можно начать с тени. Тут, в принципе, не важно. Можно и с центральной части. И вот так вот аккуратненько перемешиваем. Темным на светлые пока не заходим. И собираем форму понемножку. Вот так. То есть сейчас, получается, мы два этапа объединили вместе. Может быть, это будет для вас удобнее. Так. Вот так. Чуть-чуть он какой-то приплюснутый, да, тут получился? Ну да ладно. Тень где-то сверху. То есть прям с растушевки переношу тень на плотные участки. Так. Растушевываю теперь пальчиком, чтобы поверхность гладить. Сейчас помидору чуть-чуть темнее будет. Мы с вами свет ему еще вернем. Да? То есть блики мы еще обязательно добавим. Вот такой плотненький у нас помидор получился, да. Давайте поярче его слегка сделаем. Какой еще красный мы не пробовали. А можно вот этот, кстати, снова взять. Вот такой вот. Его, мне кажется, можно с оранжевым объединить. Он будет здорово смотреться. Вот так. Да, вот так он поярче. Ну, конечно, мы добавим еще того самого яркого красного, чтобы сделать пободрее его. И чуть-чуть все-таки круглее сделаю левую сторону. Прямо острый стороной мелко вот так провожу. Тоже можно немножечко распределить, растушевать. Давайте поставим прям красненькие-красненькие яркие участки. То есть вот так вот на пальчик набираю красный насыщенный и его в серединке ставим. Кстати, покажу вам, таким образом можно и белый тоже добавлять. Вот так вот. Да, сразу такой он сочный, сочный становится. Еще момент, если где-то яркого не хватает, вы можете взять желтый, также на пальчик, или оранжевый и добавлять их. Я сейчас со светлым то же самое сделаю. И у меня он будет более такой вот заглаженный сам помидорчик. То есть вот такой белый, ой, то есть желтый, разбленный желтый, в общем, такой добавляю. Но интересные здесь блики идут. Они вместе и светлые, и темные, потому что разное такое освещение происходит. Тут, ну, что поделать, чуть-чуть на фон мы зайдем. Так-так-так, давайте возьмем белый. Возьмем белый и сделаем красивый блик. Белый у меня потверже. Это Рембрандт. Рембрандт они выглядят... Сейчас вам на примере другого покажу какого-нибудь. Вот такой вот он. Вот такой. Да, это голубенький, а вот это белый. Красивый тоже сиреневый цвет. На мой взгляд, для пастельмата идеально. Вот прям Рембрандт очень хорош для пастельмата. Он не слишком мягкий, слишком мягкий на абразиве. Он не всегда нужен, только какие-то вот вкрапления или вот так вот с пальчика цвет перенести. А для того, чтобы сразу наносить на бумагу, для этого такой мягкости. То есть, ну, довольно... Ну, не то, что довольно твердые, да, понятно, не жесткие мелкие, но все-таки более плотные. Мне кажется, они лучше подходят. Но вот это именно у меня так работает. У моей техники, получается. Если более такая свободная техника, более абстрактная, то я думаю, тогда и экстрасофт, конечно же, это будет прекрасно. Так, ну что, поставили блики. Где-то они смотрятся довольно холодными, особенно снизу, там они не такие холодные. Поэтому на белый я гашу белый немножечко таким количеством желтого. И сейчас возьмем красный карандаш. Мы немножечко поправим с вами по форме. То есть, если блики нужно немножко скорректировать, вы можете вот таким образом, да, красный добавить. Сверху у нас цвет более активный. Такое солнышко прям сегодня, оно меняет мне всю картинку. Когда пас можно вроде плохо, но когда солнце то выходит, то появляется, тоже оно все изменяет. Так. Немножечко тут какого-то у меня рыжего не хватает на переходе формы, да? Переход формы или перелом формы – это самый округлый такой участок, где как раз идет граница светлого и темного. Поэтому так называют. Да, вот так получше с рыженьким. Неплохо, да? Такой вроде он заблестел. Теперь белым хочется мне на самые светлые участки чуть-чуть их смягчить. Видите, белый по слою уже не рисует, но будет рисовать вот такой белый. Самые такие серединочки мы выделяем, поставим сюда цвет более светлый. То есть на уже светлые участки, в серединку, я добавляю еще более светлый. Так, теперь хочется сделать, наверное, вокруг фон мы с вами. Давайте сделаем, чтобы у нас все почетче выглядело. Точно так же, то есть обвожу контур вокруг, здесь можно прям светлым-светлым. Вот так, с нажимом, с довольно сильным. Фон оставим вот такой нерастушеванный, чтобы были штрихи от мелочка заметны. Вот так. Там, где вот я заехала, вы просто можете пальчиком вот так вот провести, смягчить. Итак, то есть помидор, когда мы сделали, да, мы с вами сделали фон вокруг, тем же бежевым. Выделили, то есть весь овощ, подчеркнули его. Можно снизу также, да, добавили где-то, а-ля такую деревянную поверхность. Полностью не растушевываем, чтобы как раз, да, вот такие неровные участки оставались. Будет эффект дерева создаваться. Далее мы, давайте так же, да, как и на предыдущем. Это просто будет удобно нам сейчас общую форму уже видеть. Делаю тень от помидорки нашей. Немножко ее вот так вот распределяю, чтобы у нас здесь не было, не просвечивало, да, таких ячеек бумаги, чтобы этот участок, он не выходил вперед, потому что это тени, вот здесь должно быть все очень вдалеке. Очень мягко. Поддерживаю коричневым карандашом. Распределяю в стороны. Опять пользуюсь где-то фактурой бумаги, да, то есть ничего не растушевывая, оставляю вот какие-то такие участки, да, там, что у нас здесь деревянный стол, пускай так будет казаться, хотя мне хотелось больше дерева сегодня с вами нарисовать, но, может быть, в следующий раз я не нашла. Я, знаете, искала, чтобы был вот лук, который такой с длинными, или парей он называется, чтобы сама луковичка была фиолетовая, и вот от него такие зеленые листья. Я где-то видела такой красивый референс, но не нашла, и думаю, давайте сделаем что-то кругленькое. И вот помидоры. Так, здесь у нас, да, если идет линия горизонта, то есть линия стола, вот так заканчивается ее. Тоже примерно как-то вот так вот подчеркнули, да, вроде более-менее она у нас ровненько. Так, ее как раз можно чуть-чуть смягчить. Очень в красноту у меня вот этот коричневый возьму более какой-нибудь, так, это, наверное, очень будет теплый, с желтеньким какой-нибудь такой. А, вот этот, кстати, мой любимый. Вот этот, который я вам говорила, контур, что он такой классный, знаете, что с ним происходит. В общем, он падал несколько раз. И я вот это состояние я выточила раза четыре, наверное. И он ломался, 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 видимо, он у меня падал. Обидно, когда выточишь, он у тебя просто на треть исчезает. Неприятно, неприятно. Но это почти, почти никогда не происходит, кстати, с карандашами. А карандаш вот этими, у них вот облаточка как-то очень здорово все это держит. Даже там, когда они могут упасть, то все равно они вот прям в этом плане хороши. Ладно, не отвлекаемся. Чуть-чуть я добавила сюда оттенка. Вот это все. Это я успокоилась. Давайте делать черенок. Сейчас, может быть, начнем с вами, знаете, как с плотных, с плотных участков. Как раз вот этим коричневым я нарисую, намечу, как идет вся эта зеленушка. Кстати, выше надо было мне серединку поднять, сейчас у меня будет немножко другая история, будет чуть меньше вот так выходить. Рисуем в разные стороны, то есть пока что просто намечаем, где идут эти листочки, как они идут. Где-то они смотрят на нас. Здесь они такие вот смешные, два таких небольших листика. Сейчас пока такой жухлый получился, получился помидор с жухлыми листочками. Тень сейчас пока еще мы это сделали. Тень на самом помидоре рядом с листиками давайте сделаем. Тут можно каким-то бордовым, например. Вот так. Затемняю какие-то участки. Он станет еще больше такой, более мясистый, более объемный. Все, давайте делаем теперь зеленый череночек. Тут можно взять уже и яркий наш зеленый. И он будет классно перемешиваться с коричневым, с красным, который находится снизу. Да? То есть видите, получается он сложный, сразу красивый сложный оттенок. Да, то есть пока все закрашиваем, закрашиваем. Сейчас получается такой осьминог какой-то, да? Пока к светлым не приступили, чуть-чуть холодных. С зеленым, с таким, он даже в синий, в синий такой оттеночек. Все, теперь будем делать с вами осветление. Давайте возьмем что-нибудь новенькое. Возьмем вот такой желтый. Это ставил, он довольно мягкий. Но сейчас, в принципе, то, что нам нужно, мы будем и смягчать, и добавлять светлые участки. Сделаем такой вот салатовый с помощью добавления желтого поверх. Немножечко осветляю. Единственное, где-то он может все равно быть очень сложным. Поэтому мы капельку салатового добавим. Но видите, даже с этим бирюзовым он красиво перемешался. И получается такое теплое свечение. Контур также нужно сделать будет у листочка вот с верхней стороны. Нужно, кстати, что-то поострее. Давайте вот такое возьму. Светло-желтый он будет более острым, потому что слой тут уже большой. А вот эти, это у нас тот же, тот же ставила. Просто он у меня больше заточен, он чуть-чуть посветлее. Сейчас будет лучше здесь выглядеть. Ага, капельку яркости. Был у меня где-то такой зеленый, прям безумный. Вот такой вот салатовый бронзил. На него я жаловала, что он очень яркий. Вот тут он может сделать нам то, что нужно. Нужный цвет, яркий, где-то прям такой салатовый. Как-то усложняю эти листочки, но хочется, чтобы они были интересные по оттенку. В общем, самое главное, что середина у вас должна, сейчас черный возьму, получиться вот тут вот прям плотненькое, темное. Это первое, чтобы была видна глубина. Можете его, как я, наносить, а потом пальчиком чуть-чуть вот так вот растушевывать, приминать. То есть черный идет, ну это может быть и темно-темно-темно-темно-темно-темно-зеленый, как основа. И дальше сочетание вместе со светлыми. Светлый у нас такой вот контур-свет идет, получается, навстречу нам сверху. Поэтому края у стебелька, они будут светящиеся, более яркие. То же самое с листочками. А серединка будет темнее. И обязательно какие-то кончики специально выделяете, поярче их делаете. Можно даже прийти к белому. Так, где был наш яркий белый? Листики пушистые же у помидорчиков, да, вы пришли внимание, они такие прям, там такие волосочки-волосочки. Вот на этом можно сделать намек. Так что сейчас добавляем самые яркие акценты. Да, если где-то не ложится зеленый карандашик, я добавляю вот такой точечно, прям белый, поярче. Выделяем срез вот этого черенка, он тоже, кстати, пушистый, это можно показать. И несколько вот таких вот пушистых точек на самих листиках. И, кстати, можно немножко затемнить. Вот здесь окончание листочков чуть-чуть. Можете цвета тут посмешивать, например, это может быть сочетание какого-то зеленого вместе с коричневым. Главное аккуратненько, чтобы линия получалась тонкая. Так, ну что, вроде бы ничего, может быть капельку только позеленее, да, не очень я усложнила его. Давайте пару штришочков вот таких вот прям зеленых, зеленых-зеленых и идем дальше. Дальше у нас будут капли, да, будут капли. И тут они выглядят чуть-чуть иначе. Посмотрите, они прям какие-то теплые, они чуть ли не желтые там. Поэтому сделаем другим немножко способом. Возьмем с вами оранжевый, который там есть, прям виден в этих каплях. Вы создаете форму с помощью оранжевого. Можете даже сразу вот так вот несколько капелек наметить себе. Главное, чтобы вы их не потеряли потом. А дальше берете и эту форму подчеркиваете, наносите в светлые участки. Вот так. Так, уже, да, уже у нас есть объемчик. Если все равно кажется, что у вас где-то не объемно, вы можете темным заполнить в серединке и области снизу. Чтобы все выглядело более контрастно. У меня тут уголок солнышка выглянуло. Прикрыть или не прикрыть. Так, капельки дальше, да, точно так же вот. Расставили форму. Следите, чтобы они были не круглые. Потому что они там все разные. Какие-то более овальные идут. Да, то есть все они чуть-чуть отличаются. Обязательно нужно будет сделать те капли, которые у нас справа. Потому что они интересные. Здесь они вообще такие круглые, красивые. И те, которые выходят за поверхность самого помидора. Их делаем точно так же. Сначала я оранжевым наметила. Дальше показываю, где идут светлые участки. Здесь, кстати, со светом сильно не увлекаемся. Потому что тут не так много идет освещения. Да, то есть блики не такие яркие. Вот так вот прям легко. И немножечко затемнение можно вокруг, по краям сделать. Хочется мне их чуть-чуть поярче, значит, можно добавить где-то красный. Так, можно небольшие капельки сейчас, там парочку с левой стороны. Да, я так самые такие интересные просматриваю, где идут у нас капли. Потом тут давайте сделаем. Здесь еще, знаете, что мне очень хочется. Не хватает мне немножко тут затемнения. Добавлю коричневым снизу, под зеленым. Ну что, теперь делаем блики снизу. Тут можно даже, что еще сделать. Давайте вот с таким желтым покажу. Да, то есть можно делать еще более интенсивнее. Потому что мы сделали с вами предварительный слой. То есть помидор у нас уже, видите, его поверхность покрыта, да. Поэтому такие, как горошин, какие-то пятнистые, да, пока что получаются. И формы не прямо овальные делайте, а немножечко их видоизменяйте. Вот так, да. Дальше берем с вами светлый. Нет, бежевый уже не рисует. Берем белый, который поярче. И ставлю блики. Если нет вот этого белого, либо белого, который яркий. Можно чем, кстати, заменить? То есть по всем слоям. Сейчас я вам новый покажу. Тут, видите, он грязный. Дженералс вот такой. Мы с вами об этом говорили. Он рисует везде, по всем слоям. Если его нету, вы можете приобрести белый, либо другой светлый. Вот такой карандаш. Сейчас здесь не видно полностью. Вот. Вот бренд карандаш. Вот такой. Берете белый, либо светлый. Видите, что он делает? Он делает то же самое. Яркие блики везде. То есть это тот именно карандаш, который работает по количеству, по большому количеству слоев. Так же, как и вот этот. Поэтому вы можете не переживать, что там намудрили, много слоев сделали. И что ничего не ложится. Самый частый вопрос, что ничего не ложится поверх. Что делать? Но, конечно, они не очень доступны. Я не знаю сейчас. А, нет, кстати. Про карандаши. Про белые карандаши видео есть. Посмотрите, пожалуйста. Там вот все про белые. Потому что часто, очень часто это спрашивают. И про все карандаши тоже я снимала. Вот. Потому что без ярких карандашков тяжело. Но доставать сейчас стало это намного проще. Раньше вот этот пастельмат было никак не достать, да. А сейчас уже везде даже на Валберсе есть. Ой, какие замечательные здесь капли я пропустила. Слушайте, мне очень надо их сделать. Хотя бы чуть-чуть. Вот здесь и вот тут они так здорово вот здесь свисают. Вот такие вот горошинки хорошие. Ставим им блики. Видите, даже этот розоватый карандаш. Карандаш-карандаш. Уж карандаш бренд. Он смотрит... Он просто холодный. Мне нужен теплый какой-то. Вот давайте желтый возьмем. Да, вот так вот. Вот такие хорошие капельки получились. Да, то, что надо. То, видите, я снизу-то ничего и не заметила. Здесь теперь почетче контур. А я приблизила просто. Теперь все вижу. Обязательно нужно, во-первых, хорошие, конечно, картинки, референсы. Обязательно приближать. Иначе бесполезно. Ничего не будет заметно. Почетче хочется сделать еще снизу контур. Тоже какой-нибудь светлый. Давайте возьмем. Так вот. Но потеплее. Вот такой желтый. Чуть-чуть я перешла вот сюда. Слишком много. Поэтому вернем здесь темную границу. Так, ну что, мучим мы еще наш помидор или все уже. Больше не мучим. Там есть какие-то, кстати, вкрапления довольно темные. Еще посередине я вот думаю, добавлять мне их или нет. Можно какие-то там. Ну, чтобы он не был у нас идеальный, да, такой как с обложки. Помидор какие-то. Можно ему живые моменты добавить. И блик есть еще один, потому что форма круглая, гладкая, да. Именно потому что гладко идет отражение света здесь. Вот тут светло-розовенькое. Такое тоже приблизьте. И посмотрите, что тут у нас получается. Поэтому я чуть-чуть розового добавлю. Вот сюда. По форме, да, то есть по вот такой форме. Растушую. Вот так. Все. Все. Остался нам третий помидор. Сейчас будем третий делать. Делаем давайте каким образом. Ну, вот как второй можно. Мне кажется, тут самый простой вариант. Опыт у нас с вами уже есть, поэтому третий пойдет намного быстрее. Пусть он будет такой более живенький. Пимпочку, правда, я потеряла. Ну, что поделать. Так. Так. Пока что вообще просто какая-то ерунда. Опять я сюда положила карандаши. Сейчас их перемещу, мне просто карандаши тут все красоту мою закрывают. Нормально, да? Оставим. Но я, кстати, не то, что прям вот сноп в этом, вы не думаете, не обязательно делать прям вот какой-то безумный фотореализм. Это, кстати, еще не безумный, вы понимаете, да, это как бы такой вариант, чтобы это не было на сто пятьсот часов. Может быть снять какое-нибудь вообще, знаете, безумно длинное видео. Или я думаю о чем-то более сложном. Да, все-таки сейчас сюжеты, которые происходят у нас с вами по понедельникам, они довольно простые. иначе это будет огромное количество времени, да, вы понимаете. То есть я могу и на десять часов записать. Может быть что-то более сложное, да. Если у вас есть какие-то запросы, напишите, пожалуйста. Может быть прям вот что-то посерьезнее. Так. И, кстати, знаете что? Уже возвращаемся к нашим помидорам. Может быть и неплохо, что здесь я ниже сделала вот эту пимпочку зеленую. Тут мы поднимем ее выше и будет лучше по композиции. Они не будут на одном уровне. Кстати, на камере нормально смотрится вообще, несмотря на то, что я еще не сильно прям положилась в эти помидоры. Нормально. Так. Готова такая форма помидорная. Чтобы мне понять, где блики, мне нужно ориентироваться на что-то. Поэтому я снова обрисую здесь вот так хотя бы примерно как пойдут. Хотя, может, и низко сделала. Здесь идет этот черенок зеленый. Вот так. Вот. Для того, чтобы вот здесь сделать тень, вот здесь сделать тень, тут еще чуть-чуть вот так вот тени добавить. Здесь тень, кстати, от вот этой зеленушки будет. Давайте растушуем. Главное в очень темный не уйти, а то у нас будет какой-то гнилой помидор. Добавляем наш прекрасный красный. Вот так, для яркости. Такой вот он насыщенный. Вот. Вот. Мне очень нравится. Знаете, что? Вот, когда вот так вот на уже готовую поверхность добавляешь блики. Такие они классные получаются сразу. Желтый, конечно, где-то чуть-чуть светловат, но мы его доделаем. Уже как будто хорошенький такой помидор. Здесь многовато, конечно, я светлого добавила. Тут нужно будет работать карандашиком. Потому что, блин, вроде все так было чисто, опять эти кошачьи волосы. Вот так, да. Видите, яркий рефлекс, теплый. Слева идет на помидоре. Его можно нанести и потом вот так распределить. Где еще, да? Вот здесь тоже можно чуть-чуть светлее сделать область. Кстати, вот именно этот пастельмат, он, мне кажется, что немножко отличается от, как ни странно, от других. Что я имею в виду, вот это вот напыление, да, которое они делают на бумаге, оно тоже разное. Вот эти крупицы, они бывают более гладкие, а бывают более шершавые. Вот это прям более шершавое, но в данном случае неплохо. Кстати, вот этот сюжет с помидорами, он был бы хороший еще на сонелье. Мы сделаем с вами, наверное, в следующий раз, в тему обзора абразивных бумаг, поработаем на сонелье. Это будет хорошо. Что-нибудь такое прям, не знаю что пока. Это тоже абразив, точнее она песочная бумага называется. У нее прям такой песочный абразив, я сразу вспомнила. Ну не вспомнила, просто некие ассоциации с ней, потому что вот здесь вот эти гранулы, песочек, он как будто бы больше, чем обычно на пастельмате. Может быть правда от пигментов вот самого этого грунта зависит, не знаю. Например, белый тоже очень интересный пастельмат. Я на нем работала как-то и он такое ощущение, что прям какой-то бархат-бархат, что он более гладкий. А тут шершавость прям, ну вы слышите прям шелшит, шелшит. Береньким вставлю блики. От карандаша конечно зависит, понятное дело, от мелка, от слоя зависит, много от чего. Когда слой больше, то не шуршит. Все становится более гладким. Так, вот так подрастаем блики сейчас. Чуть-чуть вот сюда. Блик там довольно яркий у нас. Красный, кстати, вот здесь посмотрите, какой насыщенный. Прям красный-красный. Мы даже там красно-оранжевый, наверное, сейчас с вами сделаем. Потому что тут бачок прям очень-очень яркий. Вот такой какой-нибудь, да. И, кстати, 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 вот здесь их стыковочка. Нужно будет ее доработать. У нас она такая немного невнятная. А здесь идет и более темный краешек, даже темнее, темнее, чем вот этот бордовый. Чтобы был темный, но в то же время яркий, знаете, как я обычно делаю. То есть я проведу сейчас коричневым. Сделаю вот такой вот контур коричневым. А красным я наверх добавлю слой. И у меня будет он яркий, да, вот такой. Яркий, но в то же время темный. То, что нужно. И не хватает, кстати, каких-то тут бликов. Вот этих капелек. Вот так. То есть вот эти стыки тоже имеют значение. Ага. Давайте фон сделаем вокруг. И все станет на свои места. Все тот же желтенький беру. Здесь единственное, я немножко хочу его сделать более волнистым, да. Я очень его сгладила. Помидор. Вот так. Чуть-чуть сюда фона. А здесь у нас был фон другого цвета, да. У нас был желтеем. Вот такой. Его же немножко снизу. Сразу вокруг, когда добавляем окружение, становится очень все хорошо, да. Такой прям красавчик помидор получается. Тень, кстати, более слабая у этого помидора. Ну, это, видимо, из-за освещения так ложится. Коричневый я еще добавлю. Здесь намек на поверхность стола. Небольшой. Тут сам наш столик. По рыжей, чуть-чуть хочу потеплее сделать цвет. Опять, да, не получилось у меня записать какое-то видео на полчаса. Получается все намного дольше. Тут чуть-чуть я хочу затемнить и немного вот так вот смягчить. Растушевать. И сюда снова добавить немного коричневого. Так. Очень какой-то орел. Тут у меня светлый вышел. Я его смягчу сейчас. Вот так. И вернем контур на помидорку. Как-то он очень тепловат. Кстати, я не использовала вот такой еще контур. У меня есть прям красный-красный. Давайте его здесь тогда поиспользуем. Он тоже неплохой. Такой красно-рыжий. Мягенький довольно. Немножко он, правда, видите, как будто бы разбеленный. Но на участке рядом с бликами можно добавить именно на свет. Видите, все карандаши, они отличаются друг от друга. Поэтому вот часто, да, когда вы спрашиваете, какой набор лучше взять. Какие именно карандаши нужны. А дело в том, что так как все отличаются, они нужны все. И в итоге каждый из карандашей, он не будет у вас лежать без дела. Вы его будете использовать просто для своих моментов. Когда вы уже ближе с ними познакомитесь, со всеми, тогда все будет намного понятнее. Так, фон готов, это готово. Блики можно чуть-чуть поинтенсивнее сделать. Таким образом. И делаем нашу зеленушку. Сразу покажу, как идет тень. Потом зеленым сейчас все наметим. В этот раз давайте сразу, чтобы она была поярче. Тень, правда, я закрасила, но ничего. Сейчас мы вот так вернем. Мы знаете, как сделаем? Черный добавим. Вот так вот. Прям темненький-темненький. И зеленым немножко это смягчим. Вот так. Угу. И зеленым где-то перемешиваем. С черным вместе. Вот так. Видите, уже сколько зеленых штучек, столько и способов. Теперь возьму желтый. Желтым обрисую вот так вот краешки. Уже будет объемчик. Проставим светлые участки. К краям вот такие светящиеся. Немножко пушистости. В принципе, там нет никаких, здесь прям свежий череночек. Никаких пожухлых участков там нету. А с белым может быть капельку сейчас яркости сделаем. И наметим наши капли. Можете как еще хитрым способом это делать. Найти, да, те участки, где у вас идут капли. Там расставляете сразу белым. Вот так. Снизу большая, кстати, капелька. Вот такая. А потом берем с вами красный. Где-то он будет с белым перемешиваться. Вот так. Сглаживаете заодно поверхность. Потом берете более темный. Опять вот тот же бордовый какой-то темно-красный. Если нет, даже коричневый. Но главное, чтобы с красноватым оттенком можно взять. И вот так вот доделываете форму. Немножко вот на нижней области, да, не хватает нам. Так. Вот такая вот у нас капля красивая получилась. Блестящая. Я переборщила тут, кстати, с белым. Такой яркий там прям не может быть. Так. Ну, нормально. Я думаю, тень чуть-чуть может потемнее от зеленушки вот этой. Чтобы было больше объемчика. О, ну что, будем завершаться. Давайте. А то опять все бесконечные такие работы получаются. Как вообще тяжело, не тяжело вам столько рисовать. Я-то увлекаюсь и могу на самом деле бесконечно это делать. Вот мне кажется, отлично у нас все вышло. И в принципе понятно, да, как с помощью фона делать окружение. Как нам объемные рисовать помидорчики, чтобы они были разные. Как мы добавляем цвет. Даже с каплями мы сегодня с вами поработали. Надеюсь, что вам понравилось рисовать со мной сегодня. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока, друзья.